Дорогие друзья, присутствующие на этом месте, пришедшие в Дом Божий, я рад вас видеть и хочу поделиться некоторыми мыслями, которые есть. И хотелось бы, чтобы в нашей жизни, по Божьей милости, мы могли служить Господу всегда, во всякое время. В Слове Божьем есть моменты, где Бог говорит, как нам жить, как поступать, где грех, где какие-то ошибки. И мы знаем, что такое, что существует такой грех-обман, и он приносит людям неприятности. Но есть еще один такой грех, который приносит человек сам себе, он называется самообман. И Господь в Слове Божьем предупреждает нас, чтобы человек не мог сам себя обманывать. В первом послании Коринфянам, 6 глава, мы читаем, здесь апостол Павел Коринфянам пишет, «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодейцы, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует. И такими были некоторые из нас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Царствие Божие придет, и мы молимся, чтобы оно пришло. Господь хочет, чтобы мы вошли в это Царствие, но туда не войдут те, кто ведут себя. Потому что здесь Павел пишет, в церкви были те люди, которые вели себя очень плохо, не понимая, что их ошибки приведут ко злу. И люди мира сего и в мире, они что, думают, если людям другим ничего не делают, а поступают так, это не считается грехом, или блуд, или какие-то вот такие грехи, мир так вот. И в церкви тоже бывает порою совершают такие ошибки. И думают, что это не будет наказание. Значит, этот человек обманывает сам себя. Он думает, что Бог помилует, простит. И надо бодрствовать, чтобы в нашей жизни, в наших мыслях, в нашем сердце был порядок. И здесь четко, ясно написано, что не войдут в Царствие Божие. Единственный путь, который мы можем войти, я прочитал 11 стих, это оправдание. Оправдание перед Господом, Иисусом Христом. Это просьба о милости, осознание своего греха, осознание своих ошибок, когда мы понимаем, что мы где-то ошиблись, что-то поступаем не так, как учит Слово Божие. Дух Святой нам говорит. И когда мы просим у Господа милости, просим прощения, тогда снимается вина, и Господь прощает. Хотя мы видим на странице Священного Писания, что еще есть место. Это Галатам 6 глава. Седьмого стиха. Закон сеяния и жатвы Бог не отменял. И порой мы забываем, и думаем, что Бог простил, или как-то. И повторяются ошибки. Но закон в духе, если мы посеяли зло, если мы вспоминаем Давида, когда он сделал грех, сразу не бодрствовал, потом посмотрел, потом захотелось. И Бог ему назначил жатву, как он определил этому человеку, который забрал ягненка, 4 раза. И милость Божия, что Бог милостив. Так и в нашей жизни. Если мы думаем, что наши желания, наши стремления, вот мы когда живем по плоти, плоти наша желает того-то, ну еще что-то, она направляет нас какие-то делать ошибки. Если мы костенеем, ну как бы с этим остаемся, и не хотим исправляться, то это приводит к жатве. И Господь наказывает, и порой человек не задумывается, потому что Бог не сразу наказывает за ошибки. Думает, что Бог помиловал, и как-то, я не знаю. Но этим мы сами себя обманываем. Но все равно придет, если не покаемся, если не очистимся перед Богом. И когда мы очищаемся, тогда Бог прощает. Если бы не было этого закона, сеяния жатвы, мы бы как в Ветхом Завете могли бы мстить за зло. И этого невозможно остановить. Когда люди, то есть внуки или дети мсят за своих родных, но написано, мне мчение, я воздам, говорит Господь. Это милость Божия. Когда мы полагаемся на закон Божий, что Бог воздает и нам, и другим людям. Когда мы смотрим на этот закон правильно, тогда живем мы правильно, поступаем. Тогда Бог действует в нашем сердце. И закон жатвы этот совсем по-другому работает. Его только может отменить Господь при покаянии. Когда мы каемся и делаем эти шаги. Потому что есть в мире законы. Закон притяжения. Мы все прекрасно знаем. Птицы имеют вес. И с помощью своей силы, крыла этого ветра, орлы, они в воздухе парят. Так Бог устроил их. И потоки воздуха эту птицу с помощью крыла этого закона поднимают над землей. И также, когда мы пользуемся крыльями веры, которые нас поднимают с этого зла. И мы можем этот закон преодолеть. Закон греха, который притягивает нас, тянет в ад. Потому что желания наши, плотские, они тянут. Но Господь свою кровью силен очистить. И мы верою можем подняться над этими ошибками своими, победить их и жить как хочет наш Господь. Тогда мы войдем в Царство Небесное. Еще Бог на странице Священного Писания оставил еще одно предупредение, чтобы мы это 33 стих 15 главы Коринфянам. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Общество Бог сделал человека, чтобы мы в ком... И еще Бог сделал прекрасно, что создал церковь. Это общество, в котором Божьи законы, Божьи правила. Но когда мы где-то и Слово Божье написано, и Бог предупреждает, потому что время, в котором мы живем сейчас последнее, Иисус Христос скоро придет. Он возьмет тех, кто ему остается верным, кто сам себя не обманывает, не утешает своими как бы достижениями или еще чем-то, но всегда приходит к Господу, просит у него прощения, очищается и делает свое сердце пригодным для того, чтобы быть там, на небесах. Мы, дорогие друзья, сейчас прославим Господа, поклонимся Ему, поблагодарим Его за наставление, за напоминание, и чтобы Он помог нам жить верою, жить истинною Божией, чтобы Дух Святой действовал в нашем сердце и помогал нам жить свято и непорочно. А Ему слава веки нашему Господу. Аминь. Аминь.